Инженер, где степровод? Сотни москвичей собрались у Соловецкого камня на Лубянской площади. Они принимают участие в акции «Возвращение имён». С 10 утра и до 10 вечера здесь зачитывают имена погибших в годы советского террора. Некоторые участники пришли рассказать о своих бабушках, дедушках, отцах и матерях, о кое-кто сам побывал в застенках лагерей. 53-й год, ночь с 4 на 5 марта, ночь смерти Сталина, меня арестовали. Обвинение в студенческой антисталинистской организации. Бывший заключённый ГУЛАГа Виктор Булгаков говорит, что события той эпохи никогда не перестанут быть актуальными. «Понимаете, спецслужбы – это всё второстепенно, потому что есть опыт ГУЛАГа. Главное, чтобы люди не были равнодушными». Акцию организовал правозащитный центр «Мемориал». В зачитывании имён приняли участие вдова Александра Солженицына, а также глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. «Очень важно, чтобы общество не давало возможности силовым структурам слишком жёстко себя вести. И очень важно, чтобы общество предъявляло обоснованные претензии». По данным «Мемориалов», в годы Большого террора только в Москве погибло более 40 тысяч человек. Акцию проводят последние 10 лет накануне Дня памяти жертв политических репрессий в СССР. В России его отмечают 30 октября. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...